мы зрители я стесняюсь 7 утра это когда потому что 7 утра какое-то такое время вымышленное мне кажется я знаю что такое 4 ночи что такое 7 утра сегодня мы будем стрелять из лука у меня будет индивидуальное занятие с василием и начинаем сегодня наша тренировка начинается с разминки и как всегда я иногда бывает что хожу от метро дмитровской уже разогреты но сегодня ехал на машине поэтому акция не разминка будет более активно поэтому поехали буду показывать как я умею разминаться руки на василий ноги хвост 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 зачем он нужен 3 . пор так вот зачем у на колчине во всех вот вот даже у тебя висит это мохнатка только у меня и еще у четырех и уже 40 тысяч и женщин лучников шотландские стрелки любят такие что гордые но жизнелюбивые шотландцы с тех пор носят юбки с тех самых ну раньше что помнишь как было принято нет когда захватывали город всех мужчин убивали женщин насиловали не просто 10 чем хорош тир что здесь есть именно силовые вот эти вот всякие упражнения гантели штанги турнир потому что когда ты приходишь в тир там где только тир расскажи что ты растягиваешь из тех мышц покажи какие мышцы я не могу отпустить гантель но на самом деле там они потихонечке за 2 месяца конечно же растянулись так конечно потому что они раньше болели такие капец как ты просто не чувствуешь да и так чувствуешь но они не так болят просто сейчас не останется тренироваться надо две руки делать или все-таки тянущую руку что-то будет одна вот такая большая как у котика у меня есть картинка с котиками как раз на эту землю папка с котиками знаете мастер без лука папка с котиком скажи зачем вообще разминаться тренинг говорит разминаться я разминаюсь я как-то всегда лучник я вопросов не задаю не горят тела я делаю просто мне кажется из такого выйдет толк я говорю блин вот кстати антоха с котиками вещей он нормально делает то есть в образцовый есть мне там товарищи которые говорят зачем мне разминка надо фигарить как зайчик на который коноплю косил здесь ты не будешь сейчас его искать у себя в телефоне я думаю анекдот потому как заяц нашел полюс коноплей косит 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 это медведь короче себе посадил встает там заяц какой-то делянку его косит на на и вырубил вечеру заяц очнулся нифигаси накатило откосить вот интересное упражнение ноги глада берете а это зачем как такого не деланка просто мутер плечи сейчас мой с мой любимый лобу не доставать я все время стреляю синий лук самое подходящее усилие такое все оборудование тирное я вообще ничего не покупаю я бы не был путем лучшим вот здесь все у меня для стрельбы заниматься я не буду поэтому сначала мы берем все тирное а потом уже тихонечко будем подбирать и даже давай сегодня село нормально сделаем она меня я даже на палечку арендую своего тренера раздражает не весь так прикол я расскажем это седло она каждый раз нас всех раздражает ну смотрите тут короче вот мой мастер любит такие седла любит короче все стрелять с этого седла все-все-все три могу не могу я говорю давай сделаю давай пять минут потрачу сделаю один раз а я мы вырыв сейчас будем показать как принципе устроен тир вообще вы приходите вы не умеете стреляем и берете активное оборудование и получать удовольствие уже этого чем хуже этого хуже вот этого твоего седла да вот такое вот а здесь подмотали смотри вот этого не было и вот эта штука вот она просто вот так вот разъезжается здесь времен стрелу не заряжешь ничего ну ладно то она теперь съезжается отличная тема чтобы стрелять это на пальчике на пальце не давит я понимаю там люди пришли там за 100 рублей три выстрела сделать это нормально и там за 500 рублей час поставлять и больше никогда не вернулся за раньше на детских всегда такая что поставила на детских американских луках везде вот такие составили я считаю я говорю это когда там развлечения прокат от хорошей темно на палечнике не будешь им давать перчатки нормально вот сать артир для чего ходит чтобы тренироваться или есть те кто по развлекаться приходит есть конечно те кто по развлекаться ходит для таких людей как бы тоже надо иметь некоторое оборудование оно должно выглядеть красиво для начала ну вот этот джанк скут я бы скупил будет без проблем потому что первое это них нихера не понимаешь ты приходишь в магазин где нет просто нет приходите висит два лука один деревянный другой самый дешманский китайский у тебя есть равна ряда и между этим этим вообще нет разницы номер лука 4 вверх я так понимаю 4 вниз она там почему так нет он она не подходит никуда не подходит не а вот это зачем это прицел прицел она об этом попозже расскажешь это он расскажет я на самом деле вообще не целью правильно хук перецелут надо все на обращением стрелять главное что я хочу понять это как происходит быстро то есть для меня неважно это куда я там попал для меня важно как я чувствую выстрел главное не куда попадаешь главное чувствовать выстрел в общем тут зал свободный а все там спирает нормально но здесь просто другая группа была там уже пострелялись и удобно когда два зала здесь можно подойти вон и на три метра стрелять а если кто-то на 18 вот тумбе двигаешь себя нужную ради санкцию и тоже стреляешь занавески выручает а дистанция то точно сколько ну вот это 18 основа поэтому когда соревнования вот это все отсюда ящики усердно колеса помнишь и все просто выкатываем на туда в предбанник и здесь по свободнее арендовать еще теплый так это твой что я не вообще ничего нет это очень важно только лучный магазин а почему кстати реально тяжелый магазин почему ты вообще ничего не берешь сапожник без сапог нет это специально и осознанно то есть я пытаюсь понять как просто найдем у которых нет лучного магазина каково им живется не просто нахера техника безопасности какая-то штука вообще тебе нужна в какой-то но например я прихожу беру лук который есть у тира беру все оборудование которое есть у тира начинаешь ник не берет который есть у тиру вообще только для одни перчатки вообще там не даже нет напалечника да нет нет есть и не разоглёбках которые сф-овский и за три копейки я хочу понять самое главное потом вам рассказать как зрителям как из чего нужно начинать сейчас я могу точно сказать что весь процесс стрельбы начальной начинается с краги напалечника и тетивы короче объясню почему напалечник во первых эта штука такая сугубо ваша она во первых такая тактильная рука какая-то там потеет удобства также крага бывает что тетива бьет по руке тоже это скажем со стороны гигиены это ваша лично и тетива объясню почему тетива потому что каждый раз ее кто-то целует ну то есть растягивается и губами прикладывается каждый на 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 вот так вот ее блин короче что такого не происходило что вы блин например конь сиперизный приходил для стрелял чтобы снова ты вырежешь это короче очень важно чтобы тетива тоже была ваш потому что я трейдер мне можно и вот каждый раз кто-то ее губами трогает эту тетиву мне кажется она тоже должна быть это гигиена так и почему у тебя до сих пор есть тоже это понял я рассказывал если бы я сразу пришел у меня было все свое я вам не рассказал об этом сейчас ты уже понял я к этому потихонечку прихожу и дальше нужен два этих конченных влога записали короче у нас ничего не получается и я каждый раз рассказываю там тут мы вот это делаем тут мы это делаем каждый раз все по кругу по кругу по кругу хожу короче это будет наверно первый влог если вы захотите кстати мы можем выложить и те два которые мы пытались записать но они нас не получились и никто не одобрил типа не такие колхозные вот это такое что получится и как мы запустим первый влог мы начнем покупать на палечник 5 покупать делать тетиву купим кроме было селый тут даже до седла нету конечно все время вываливать стрелок есть возможность холостой выстрел сделать смотри есть 18 метров там никого нет никого нет зачем он эту башню все сюда поставил в этом никакой логики нет просто так можно он делает теперь твоя версия зачем ты все сюда поставил ну почему не на 17 я же говорю что задача моя почувствовать выстрел если я чувствую выстрел горит о чем сейчас в этой половине никого нет мы могли с хоть на три метра пойти просто принесли я спросил почему почему не на 18 сразу стреляет почему когда тир пустой он корейцы стреляют на 3 метра и они чемпионы мира я похож на корейцев мои мачки с ними я думаю будет чуриться будет наложить так зачем на 3 метра стреляют так принят василий вечер тренер тебе денег что ли надо так что-то нормально отвечал гах короче смотрите ребят это элемент разминки то есть то что там он руками там ногами покрутил это одно надо размять именно нужные мышцы поэтому сейчас у него разогрев во первых на 3 метра далеко ходить не надо стрелами выстрелил забрал пришел очень напрягает на улице стрелять очень 70 метров выстрелил свои стрелы туда обратно сходил уже 140 намотал 10 серий сделал полтора километра прошел вот здесь ему надо работать на технику вспомнить как стоять вспомнить как вот тут с этим с корпусом вот проблема вспомнить где упор где чего как вот тут работать и вообще мне кажется вот я неделю отдыхал все очень забыл за неделю все забыл естественно очень-очень не могу вспомнить и здесь хорошо вот вся стена из азолона в принципе тут можно или на 18-м было бахно большинство тиров стойков там щит метр на метр и люди не всегда могут сразу с утренадцати без разминки и в щит попасть для человека без прицела вроде неплохо попадает и не как я попадаю у него хороший тренер за бешеные бабки я не пойму вот по запаху это чайли глинтвейн все таки так тебе скажу как бы я же тренер глинтвей ну изрядная доля рома здесь присутствует из этого вообще невозможно наблюдать как люди стреляют из лука а вот так вот наш отхлебнешь и вроде норм это уже устал рука болит прям стреляет в руки право вот тут почему-то расскажу вообще на чем ты сейчас работаешь вот над этим плечом дать дотягиваю лопаткой правы быстро делаем то есть типа можно вот растянулся сделал выстрел моя задача растянуться и заставить дотяг сделать лопаткой поэтому это я и тренирую то есть это и должно нужно нужно чувствовать это так не видно но ты это чувствуешь когда начинаешь делать выстрел а для чего вас кого так правильно мне вообще все равно для чего это как это надо так делать я так делаю а вопросов особых не задаю на самом деле я много ну как бы не вдупляю типа должно типа работать вот так как разница делал выстрел делаешь но василий утверждает что на дистанции сил не хватит потом поэтому нужно делать правильно чтоб сил хватил и определенные мышцы работали те которые заставляют делать выстрел все время правильно и и повторялся и чтобы сил хватало я только запомнил что типа вот ноги должны быть на ширине плеч типа прямые не такие белки и такие прямая стойка колени не распрямлены не согнуты то есть чуть-чуть в расслабленном состоянии и типа прямо нужно стоять и и вот тянуть лопаткой как раз чтобы работать только с тренером потому что так приходишь для типа ничего подумаешь стреляешь на то вот на стреляешь стреляешь как дурак может день стрелять там 200-300 выстрелов а по факту а по факту делается неправильно и потом приходишь через год и говоришь типа вот я уже умею стрелять там попадать а по факту все делаешь не так и когда начинается соревнования начинаешь вставать начинаешь сыпаться потому что много чего делается неправильно поэтому я сначала слежу за правильностью а потом уже смотрю на результат и поэтому мне тренера нужен для этого каждая тренировка у меня именно с тренером где там тренер там и куда-то свалил он тут тренер всех всех учеников то есть кто-то может ему платить кто-то может ему не платить на кучу пользуются и у его услугами все так что вы когда приходите среда пятницы надо бывает воскресенье с 12 до 4 василий тут тренирует короче можно прийти типа вот такой стрелок и по факту тренироваться бесплатно я запомнил то что мы должны тянуть это лопатка это понимаешь это какая-то основополагающая деталь в технике нет одна из ведущих почему помогает сэкономить сил и помогает не разрушать твои суставы основной и помогает не разрушать твои суставы подливает мое спортивное долголетие если ты спортом видишь себе когда ты будешь много стрелять выстрелы то мы заботимся о том спортивном долголетие а ты если раз в месяц стреляешь только на соревнованиях все равно как ты будешь стрелять это какая у тебя тренировка уже по счету десятая может тренировка где тогда например она 17 ты же стрелял нет так и без прицела а когда ты ему хотя бы прицел дашь я приносил ему пиццу а он чё он его отрил пластырь сам прицел нет был класса местный я смотрю он кучно собирает прицел прицел в чем подвох вообще не на самом деле яска объяснил что мне неважно попадание не важно всегда не горит и вообще мне есть пластырь ну я попал то немножечко цель из но это так чтобы чисто просто посмотреть но на самом деле иногда бывает что мы работаем с василием вот когда он говорит распрямлять на то есть одни стрелы уходят влево другие стрелы уходит вправо и мы когда с ним занимаемся без влога вот там прицел не важно то есть там нужно понимать как ты делаешь выстрел и что связать им происходит что у тебя работает что не работает да василий да пусть номер 50 тренировки нужно я все равно я не ощущаю ну как бы я не понимаю мы вот от работы я так понимаю что нужно просто чаще заниматься мы когда с ним занимаемся я под конец тренировки начинаю понимать но я выхожу выкинули все это на помойку прихожу сейчас как будто заново блять начинаю стрелять и снова на 3 поэтому говорю спортсменам введите дневник после тренировок пришло за арене запиши запиши все ты пока записываешь буквы в голове отложится даже есть не отложится на следующий тренировку приходишь в тетрадку смотрю здравствуйте здравствуйте почему наоборот всем приют это ему огромное спасибо на самом деле за этот прекрасный тир это владелец тира риф и до тем здравствуйте поэтому когда ты вот так вот делаешь выстрел неважно как у тебя прицел ты начинаешь концентрироваться на этих лопатках все мне непонятно нафига так делать я не знаю я вот это это выберем просто гид надо делать все нахер один хочешь теория ты знаешь где почитать об через силу . зачем эти лазоревые степи грубо вконтакте там не был ни разу что лавров что до него там собрание его сочинение там подробно бег всего бумаж надо мне хотя я прочитал практически все мне кажется может меня уже и к психиатру почему нельзя валить на пятки стоящего положения то есть если на пятках лишь лишь все равно на носке смещает без рефлекторных пятках корпус неустойчиво стоит равновесие и где она должна быть лучше вот чуть-чуть от центра если центр тяжести проецируем вот он где-то вот так вот вот эти самые 60 40 где везде пишут вот 50 на 50 было бы середина 60 на 40 вот здесь то есть . вот тут где-то она смещена вперед и она смещена естественно передней ноге потому что лук имеет свой вес проекция центр тяжести даже традиционный я замечал в тиры приходят девочки с блоками которые стреляют они просто как балерины стоят на одной ноге вот так ровно ровно вот тут вот прям если можно листочек бумаги вот так вот под ногу засунуть вот так вот и вытащить но внешне они стоят ровным они по-другому не могут нет гнезда долго ему еще стрелять на 6 метров пока не научится а как понять что он научился я же тренер я почувствую он все он научился на 6 переходим на 7 и ты в 3 часа ночи проснешься и напишешь его все пизода на 7 так завтра стреляем на 6 с половиной не надо так сразу форсировать я не знаю как у антона смысл но у людей которые часто тренируются смысл попадать те которые не часто им просто может нравится стрелять из лука это реально просто может представлять довольствие то есть на так как у нас показателем является кучность работа по мишени как понять что можно перейти на дальнюю дистанцию когда ты на ближней дистанции начинаешь кучно собирать и желательно в середине мишени надо уже подальше идти а с техникой никак не связано с техника это никак не связано мы все равно даже когда ты уже умеешь хорошо стрелять там и на 90 метров мы все равно начинаем с трех метров разминку и так далее и периодически возвращаемся на три метра после соревнований возвращаемся на три метра одну тренировку обязательно может быть и две чтобы почистить после турнира то что там вылезает когда надо было попадать неважно каким способом возвращаемся и опять восстанавливать чем прелесть короткой дистанции можно даже глаза закрыть все равно щит попадешь закрытыми глазами лучшее ощущение мишени 3 метра не цепляют можно можно но обычно это не делают как раз таки то что нет да и делают вот как бы есть на самом деле разница между тем что стрелять просто в щит и стрелять между мишенью реально возникает желание даже на три метра просто задачу можно разную ставить вешать большую мишень на 3 метра там 122 можно помещать там желтая здоровенная и боязнь желтого уходит потому что там все у тебя желтая блин выстрелов 300 очков ты это делаешь то чтобы к тебе потом не ходили нет под наоборот подходит точнее ты говоришь сколько попал 300 и так тренировка начнутся не заканчивается я примерно сколько выстрелов 100 вася говорит сделал я даже не считал во первых я начал уставать 2 вася говорит что уже некоторые мышцы уже работают прямо в напругу час уже стрелял без перерыва из самое главное я на палечник отдал крага смотрите что пробило мне завтра будет синяк это крага чангсинговской силиконовой то есть она по своей функции не работал то есть была бы такая кожаная нам потолще а это просто пробила на всю руку видно же да видно не на классе будет на классике же крага на ней нет ударов защищает на классике у тебя тетива проходит вдоль руки и вот и потом начинает и потом начинает так болтаться поэтому по сути она вот и ну такой достаточно есть ты будешь нормально стрелять ее хватит такое случается но можно да подделка в какую-то толще ну да ну а также иначе высоте рам и тетива будет находить у искрами одежду держу но и здесь набраться есть старик сделать вот здесь локоть вот так убери и это уже такого не могу с этого с тобой начали с нога и с сомнений в автобусе стоишь там за поручень я ртинг раз 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 ладно следующую тренировку будем отрабатывать но я почти силуете продал один только составил на всех чтобы что потом продать и же а у вас тире есть правило пострел убери за собой конечно а кто-то стрелы с ней нету слабого вообще ну это нормальное правило как поставил убери за собой значит не надо убирать я очень забыла он туда уголок то есть тренер уберет можно не убирать если ученик не убирает короче такси ученик получается работа такая не ну кстати блин очень классный вот во первых он два раза в неделю хобби вторых за 10 тренировок вот если посмотреть на него принципе я буду сейчас на мишень поставил даже на 18 но сам не хочет ну просто не хочет да ему не это нужно я хочу понять как стрелять и вот это все ваши турниры там так принципе здесь тренировок и я уже готов выставить на соревнованиях вообще где приходят люди с разной мотивации или к тебе только хочу типа быть спортсменом с различным с разной ну смотри как бы делим прямо людей на я хочу получить удовольствие от стрельбы из лука нормальное желание стрельба из лука дает такую возможность можно реально пострелять и получить эту удовольствие в кайфе просто на выходные просто с друзьями развлечься есть люди которые не знают что такое стрельба из лука они посмотрели в кино им показалось это круто они пришли попробовали и на дальше два пути опять развилка реальность похоже на ожидание эти люди остаются себе из лука и опять они дальше могут стрелять до удовольствия могут вырасти спортсменов и часто второй вариант да реальность немножко отличается от того что они себе представлены собираются видишь на ты говори не кто-то хороший сужат от тренировочный процесс у этих людей отличается у тебя есть две разные программы как у тренера для тех кто пришел по развлекации если люди пришли по развлекаться нечего и грузить всякой теории уж тем более не надо их заставлять там три месяца на три метра колбасить и для них не так важно у фп там и вот это все прочее вообще нечего с ним тренироваться просто лук даешь пострелять не ну корректировать техника безопасности когда их 6 человек сразу приходит это один хоть один под шесть все надо вдолбить технику безопасности чтобы какую не было когда я линию стрельбы спотвензи я шел в тире и споткнулся я думал пол неровно оказалось просто линии стольбы что-то стрелял уровня не смог через нее физически перешагать просто не смог это ничего себе я прям супермен я не могу перейти через линию как тот браконьер скабану браконьер тащит на плече кабана и навстречу хоп лесник как обычно браконьере нет просто полису гулять да а на плече что ничего покажешь на и прощание с нами завтра и и и и и и